Осенью минувшего года китайский рынок смартфонов пополнился двумя моделями с долгоиграющими батареями, большими экранами и ценой не намного превышающей 100 долларов. Oukitel K6000 и Hometom HT6, обладая идентичными характеристиками, являются при этом прямыми конкурентами. Оба аппарата стали весьма популярными и в России, и в других странах на постсоветском пространстве, и сегодня я расскажу вам об одном из них. Итак, полный обзор Hometom HT6 далее. Смотрим его основные характеристики. Процессор 4-ядерный MT6735P с частотой 1 ГГц. Дисплей с диагональю 5,5 дюймов, HD-разрешением и IPS-матрицей. Память 2 ГБ оперативной и 16 ГБ пользовательской с возможностью установки карт памяти. Камеры 8 Мп тыльная, 2 Мп фронтальная. Модули, Bluetooth 4.0, GPS, Wi-Fi и поддержка OTG. Поддерживаемые сети 2G, 3G и 4G. Операционная система Android 5.1 и солидный аккумулятор с емкостью 6250 мАч. В синей квадратной коробочке, помимо самого смартфона, вы найдете прозрачный защитный бампер из пластика, краткую инструкцию на английском языке, запасную пленку на экран, скрепку для открытия лотка с сим-картами, два кабеля USB и OTG и зарядное устройство на 2 Ампера с поддержкой технологии быстрой зарядки. Бампер хлипкий и вряд ли способен усилить защиту телефона. Защитная пленка из комплекта является бонусом, так как на экране под транспортировочной уже имеется защитная пленка с завода. Насколько быстро заряжает смартфон комплектное зарядное устройство, я обязательно расскажу, когда будем говорить об автономности. В других обзорах я видел, что этот смартфон называли и гигантским, и огромным, и прочими устрашающими словами. Да никакой он не огромный. Смарт имеет обычные габариты для аппарата с экраном 5,5 дюймов и не более того. 154 мм составляет длина корпуса и 76 мм ширина. Если для кого-то это много, то давайте посмотрим на другие аппараты с аналогичным экраном. Например, Doogee F5 по ширине на 4 мм меньше, а по длине лишь на 2 мм короче, чем наш герой. Но при этом HT6 имеет закругленные углы, что делает его хват более удобным. Не убедил? Ладно, смотрим на VK World VK 700 Pro. Он длиннее на 2 мм и на 1 мм шире, чем Home Tom HT6. Так что в этом отношении здесь все нормально и никакой он не гигант и не великан. Полщина 1 см и это оправдано наличием батареи высокой емкости. В руке смарт лежит вполне комфортно и никакого неудобства не доставляет. Конечно, одной рукой управлять им сложно, но это особенность всех аппаратов с экранами таких размеров. Вес приличный, но не критичный. 224 грамма. Над экраном находится фронтальная камера, слуховой динамик и датчики освещения и приближения. Слева от датчиков приютился светодиодный индикатор событий. Сенсорные кнопки под дисплеем лишены подсветки, но при таких контрастных пиктограммах она здесь особо и не нужна. В моем случае имеем смарт с серебристой задней поверхностью, но есть еще и черная версия. Тыльная часть пластиковая, поверхность ее матовая, покрытие имитирует металл. Отпечатки пальцев на этой поверхности не видны. В левом верхнем углу имеем объектив основной камеры, который почти не выступает за пределы корпуса. Рядышком расположены лампы двойной вспышки. Снизу размещен логотип бренда HomeTom и отверстие основного динамика. Аудиоджек на верхнем торце. Разговорный микрофон и разъем microUSB на нижнем. Торцы также пластиковые. Металл в корпусе смартфона полностью отсутствует. Кнопки питания и управления громкостью на правой грани. На левой грани размещен лоток для сим-карт и карт памяти. Так как задняя крышка не съемная, корпус получился монолитным. Никаких скрипов и хрустов при физическом воздействии на смарт я не услышал. Качество сборки и подгонки деталей на достойном уровне. На технофорумах часто можно встретить мнение о том, что HD разрешение для 5,5 дюймов маловато. Я вам так скажу, кто хочет найти отдельные пиксели, тот при желании и на Full HD экране их откопает. Лично мне разрешение 720 на 1280 здесь вполне хватает. В играх при просмотре фото и видео никакой пикселизации и не пахнет. Отдельные пиксели можно увидеть лишь при работе с интерфейсом, если смотреть на экран с небольшого расстояния. Дисплей HT6 демонстрирует нормальную по качеству картинку, четкую и контрастную. Единственное, что мне не совсем понравилось, это преобладание холодных оттенков. Режим коррекции цвета, который есть в настройках, никаких приличных инструментов для цветокоррекции не предоставляет. Отдельного приложения Miravision для тонкой настройки дисплея в этом смартфоне не предусмотрено. С углами обзора все в порядке, они близки к максимальным. Мультитач пятиточечный, набор текста на таком большом экране комфортен, ошибочные нажатия случаются крайне редко, но тут уже все зависит от точности ваших пальцев, сам тач нажатия отрабатывает корректно и правильно. В рекламных рендерах заявлено наличие стекла Gorilla, в это можно верить, можно не верить, но стекло здесь есть, а вот какое оно на глаз определить нереально, поэтому давайте сделаем вид, как будто мы поверили в наличие настоящего Gorilla Glass в телефоне за 100 баксов. Четырехъядерный 64-битный процессор MT6735 модификации P с частотой 1 ГГц мы с вами часто встречаем в современных бюджетных смартфонах. С графикой работает ускоритель Mali-T720, оперативной памяти 2 ГБ, встроенной 16, доступной из которых 11,6 ГБ. В тесте Antutu привычная для такого железа картина в виде 20 000 баллов. Этот же тест говорит о наличии следующих сенсоров, датчики приближения, освещения, магнитных полей и ориентации. Home Tom HT6 конечно не является игровым смартфоном, но это не значит, что на нем нельзя играть. С казуалками вообще проблем никаких не будет, более серьезные игры тоже будут запускаться, но насладиться графикой на максимальных настройках естественно не получится. Железо типичное для современных бюджетников, на чудеса оно не способно, но поверьте мне на слово, большинству пользователей никакие чудеса от смартфона и не нужны. Ну а с основными задачами, такими как общение в социальных сетях, серфинг по сайтам, простые игры, воспроизведение видео, Home Tom HT6 успешно справляется. Смарт работает под управлением Android 5.1. Фирменный интерфейс Home Tom мы уже видели с вами в модели HT5. Это все тот же Android, но с переделанными иконками и собственным набором обоев. Интерфейс хоть и мрачный, но в использовании удобный и понятный. В модели HT5 мы с вами видели непродуманную и назойливую программу Super Power Saving для энергосбережения. Здесь ее нет и это хорошо. Из предустановленных приложений получаем Play Market, карты Google, Documents to go, Xander, клавиатуру Began Keyboard Pro, фонарик и стандартные для Android проги. В настройках вы найдете управление жестами, функционал быстрого доступа и прочие пункты. Из необычного можно отметить опцию, позволяющую настроить работу светодиодного индикатора событий. Встроенная функция для получения обновлений по воздуху имеется. Обновления эти выходят с завидной регулярностью. Для моего образца было доступно 5 обновлений на момент записи этого обзора, последние из которых от 14 января 2016 года. Сразу скажу о качестве телефонной связи. Оно на высоком уровне. Это касается и звука и слухового динамика, и качества приема сигнала от вышек сотовой связи. В этом плане все хорошо. Сети 4G поддерживаются на частотах 800, 1800, 2100 и 2600 МГц. И для России это наиболее оптимальный набор частот. Выдвижной слот, и к сожалению это стало модным, заставляет пользователя идти на компромисс. Слот комбинированный, поэтому вы сможете использовать одновременно либо две сим-карты размером микросим, или одну сим-карту и карту памяти microSD. Либо так, либо так. Третьего не дано. Карточки в процессе эксплуатации не отваливаются, контакт хороший. Но вот сам лоток достаточно хрупкий, поэтому обращаться с ним нужно аккуратно, и при извлечении его желательно держать за пластиковую планку по центру, а не за уши. Были случаи поломок этого элемента. Основной динамик мне понравился. Он громкий, и учитывая, что перед нами недорогой смартфон, выдает достаточно приятный звук. Наличие поддержки OTG дает возможность подключать флешки, мыши, клавиатуры, или заряжать другие смартфоны от мощной батареи HOMETOM HT6. Прием Wi-Fi уверенный и стабильный. В этом плане смарт не подвел. Для обмена данными с другими устройствами имеем ход к нот и Bluetooth 4.0. И отдельный респект производителю за хорошую антенну GPS. HT6 не только быстро находит спутники, но и умудряется не прерывать связь с небом, находясь в помещении возле окна. Обычно в таких условиях смартфоны спутники уже не видят. Основная камера заявлена как 8-мегапиксельная с интерполяцией до 13 с сенсором от Sony. Если здесь и есть такой сенсор, то он явно бюджетный. Тем не менее, я не могу сказать, что камера здесь полнейший шашлак. Вовсе нет. При достаточном освещении получить снимки с приемлемой резкостью и детализацией вполне реально. На автоматических настройках снимки часто выходят пересвеченными, поэтому приходится делать несколько кадров или настраивать камеру вручную. По-моему, здесь мы получаем точно такие же фотовозможности, которые мы видели в HomeTomb HT5. Скорее всего, камеры здесь аналогичные. Автофокус работает как при съемке фото, так и при видеосъемке. Двухмегапиксельная фронталка рассчитана на видеосвязь. Побаловаться селфи с ее помощью можно, но на четкие снимки рассчитывать не приходится. Видео пишется с максимальным качеством Full HD и качество видеосъемки обычное. В HomeTomb HT6 нет косяка со сбоем экспозиции при включении электронной стабилизации в видеокамере. Напомню, таким программным дефектом отличается видеокамера HomeTomb HT5. Серьезная батарея с емкостью 6250 мАч. Основной козырь данной модели. Аккумулятор честный и емкость его соответствует заявленной. При проверке тестером я использовал обычное зарядное устройство на 2 А, так как родная зарядка из-за меняющегося вольтажа не позволяет получить более-менее точные цифры на тестере. Кстати, комплектное зарядное устройство и правда заряжает смартфон достаточно быстро, учитывая солидную емкость. Весь процесс зарядки занимает примерно 2,5 часа. На старте зарядка выдает 5 вольт и 1,6 ампера. Позже ток возрастает до 9 вольт и потом вновь падает до 5. Программа Antutu Battery Test своими нагрузками смогла разродить телефон на 40% за 4 часа, то есть 10% в час. Это отличный показатель. И график этой программки данный факт наглядно подтверждает. В рейтинге HomeTomb HT6 с большим запасом надирает своих ближайших конкурентов. Если говорить о реальных нагрузках, то 1 час просмотра видео стандартного разрешения с подключенной через OTG флешки с 50% яркостью экрана отбирают у батареи всего 7%. В таком режиме смарт может работать примерно 14 часов, ну а в режиме звонилки вы вообще будете забывать, когда последний раз заряжали телефон. С автономностью здесь все более чем хорошо. Ни одного серьезного недостатка в HomeTomb HT6 я не нашел. К мелким придиркам можно отнести наличие комбинированного слота и несъемный аккумулятор. При ценнике немногим более 100 долларов этот смартфон полностью окупает свою стоимость. Экран большой и хорошего качества, камеры вполне нормальный, уровень производительности достаточен для основных задач. Но подчеркну, смартфон не игровой, а то есть люди, которые хотят за 100 баксов получить мультимедийный комбайн. Ну и главная фишка аппарата – отличная батарея, и она вас не разочарует, это точно. Кстати, данный телефон, как и некоторые другие гаджеты из обзоров, вы можете купить у меня без накруток. И даже дешевле, чем в некоторых магазинах Китая. Приобретался он у меня исключительно для обзора на канале. Все подробности в нашей группе ВКонтакте. На этом буду закругляться и начинаю готовить новое видео. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok